Так, здравствуйте, дорогая публика! Нам сегодня Дмитрий Геннадьевич Круглых, он любитель Японии, япанофил, наверное, так называется, будет мне, значит, старому дедушке Бояршиному Борису Сергеевичу и моей дочке Елене Борисовне Бояршиновой рассказывать японские сказки. Это, наверное, очень даже подходит, так сказать, к новогодним временам, к новогодним программам. Жалко, что Дмитрий Геннадьевич не в каком-нибудь там шутовском Дед Морозовском наряде. А, кстати говоря, у них какой-нибудь аналог Деда Мороза есть в Японии? У них есть Дед Мороз, самый настоящий, который Санта-Клаус, у них он есть, он из Европы пришел. Это европейского заимствования, да? Европейского заимствования, да. А что-нибудь свое собственное-то есть? Собственного, вот я сегодня постараюсь рассказать как раз про одного такого персонажа, но он больше похож на Морозка. Не совсем на Деда Мороза, а вот на Морозка именно такого. Ну, давайте, все, вам карты в руки, начинайте с левого места, как вы планировали. Поехали. Да, итак, мы сегодня поговорим с вами вообще о японских сказках. Во-первых, надо сказать, что понятия вообще мифа сказок, они очень сильно отличаются. Японские сказки, они на самом деле, как и русские сказки, они очень многообразные. Есть такие сказки, притчи. Елена Борисовна, мне казалось, что я вот специально для вас подбирал такие очень, знаете, социально трогательные, наверное, какие-то сказки, которые призывают вообще к ненасилию, к добру. Там, конечно, есть и про насилие. К феминизму. Ну что, у меня есть сказки Афанасьева и еще всякие, знаете, вот эти вот такие, я такой любитель всяких таких тайных сказок таких, ну, естественно, с таким подтекстом. Даже я заказала трехтомник, русская, значит, такая вот, не знаю, может слово говорить, вот такая вот сказка. Русская интересная, загадочная сказка. Сказки для взрослых. Сказки для взрослых, да, 18+. Вот, а мы как раз поговорим сегодня о японских сказках, о том, какие они вообще бывают. На самом деле, одна из самых таких интересных сказок, притч, мне очень понравилась, она фактически о циклопах. То есть вот о циклопах, когда один, значит, юноша, у него была обезьянка, вот он любил все время ходить с обезьянкой, там вот что-то с ней делать, да, показывать ее на публику. Он такой подумал, так, а если я сейчас достану человека с одним глазом, наверное, денег-то мне сколько, ну, что его там, что с ним станется? Так он подумал, и он отправился в путешествие фактически, вот такое глобальное, вот мы про Одиссею в прошлый раз обсуждали, но вот как раз он такое большое путешествие, отправляется в большое путешествие, большое плавание, наконец-то на встрече приезжает в страну одноглазых людей. Вот, тут, конечно же, одноглазые люди такие, один из них как закричит, чудовище, чудовище, к нам двуглазый человек приехал, так они его к себе взяли, и так они его у себя за денежку-то и показывали. Вот, это как раз, да, такая достаточно интересная мораль, она, кстати, сказка очень много объясняет вообще в интерпретации японцев, почему не было прям вот таких вот цирков уродцев. Вот, то есть, вот как в Америке, допустим, и так далее, то есть, понятное дело, что сказки, они никогда не стоят на месте, есть сказки, которые появились уже в 17 веке, которые были с налетом неоконфицианства, то есть, которые рассказывали о том, что как маленький ребенок укутал своих родителей, и этого самого ребенка искусали комары до того, что… Ой, это можно я добавлю? Это вообще, на самом деле, такая фишка, это китайские вот эти сказки про такой традиционный сюжет, который оказался в Японии. Я просто была на выставке в историческом музее, там, типа, такие плакетки с иллюстрациями к этим сказкам. Моя любимая сказка – это китайская, как бы, притча про молодого человека, его мачеху, значит, была, ну, естественно, как золушка, да, вот была злая мачеха, жил молодой человек, она всячески его третировала, вот, и как-то она сильно заболела. Пришел доктор и сказал, что нужно там желчь карпа, по-моему, достать двух карпов, тогда она поправится, была сильная зима, молодой человек пошел, там, лег на лед, протопил, значит, своим телом лед, там, поймал этих карпов, там, чуть ли сам не умер, а может, там, и даже сам умер. Вот это про сыновь и почительность. А можно, так сказать, два вопроса задать? Мы про сказки же говорим, классный вообще сюжет про циклопов. Кстати, удивительно, что у японцев они, видите, тоже были идеи какие-то схожие. Вот такой вопрос. А сказки, они какой характер носили? Они носили развлекательный характер или это были какие-то ритуальные сказки, или они писали, было ли у них авторство какое-то конкретное, да, сборники сказок вообще, что, как организовывалось? Смотрите, здесь по этому поводу, как и любая фактически, ну, вот, мне кажется, сказки вообще в любом мире, особенно те, которые народные, понятное дело, что есть авторские сказки, есть сказки народные. Сказки народные авторства как такового не имеют, но примерно в 18-19 веках живопись начала изображать, фактически, живопись начала вот этих вот демонов, монстров, которые описывали народные сказки, она начала их иллюстрировать. Вот, поэтому в 19 веке, да, то есть произошло то же самое, что и у нас в сказках, да, потому что мы знаем, что есть сказки Пушкина, и, кстати, сказки Пушкина, они тоже очень чем-то напоминают японские народные сказки. Ну, например, вот у нас есть о рыбаке, значит, о старухе, да, из золотой рыбки, а там есть такая же, только про осьминога. Вот, что заболел дед, и старуха взмолилась очень-очень сильно, старуха очень сильно взмолилась и сказала, что вот, значит, и пошла к морю, и там была не золотая рыбка, а осьминог, а осьминог, который ей дал свою лапку. Старуха подумала, значит, отрезала ему лапку, вот, и дала, значит, вот своему муженьку, тот начал поправляться, очень вкусненько было, вот, а старуха-то поняла, что это очень вкусно, мало того, что полезно, так еще и вкусно, и начала это, скажем так, делать на продажу, очень-очень активно. Вот, и в голове-то у нее счетчик стоит, через сколько у осьминога-то щупальца закончится, вот, и вот проканывала это до тех пор, пока не осталась одна последняя щупальца. Вот, пока не осталась одна последняя щупальца, она ее попыталась отрубить, тут осьминог-то ее схватил и утащил ее в море. Вот, старик, конечно же, начал искать свою старуху, потому что он уже пошел на поправку, вот, но вот он ее увидел, что она находится в море, прыгнул за ней, там они, вот, находятся до сих пор, поговаривают. Вот, вот, кстати, при этом, при всем, встречается, вот, Елена Борисен, да, я вот как-то на ваш вопрос не совсем до конца, может быть, ответил, но в любом случае, то есть, есть сборники сказок, которые вот такого вот прям авторства не имеют, есть очень много сказок о магических предметах, о том, как обмануть дьявола, вот мы с вами сегодня, может быть, тоже об этом поговорим. Это, кстати, и русская народная была, как дьявола обмануть. И русская народная, да, вот в этом они, кстати, на самом деле очень схожи. С другой же стороны, есть у нас с вами такие притчи, как, например, о переработке. Мы с вами знаем, что в Японии есть такое понятие, как дзангёу. Дзангёу – это вот как раз деньги, которые платятся за переработку. На самом деле, да, вот это вот есть такой, знаете, миф о том, что японцы очень трудолюбивые, там, и так далее. На самом деле японцы не совсем трудолюбивые, этот миф, он преувеличен. Они очень любят пролонгировать свою работу. Почему? Потому что у них зарплата не месячная, а почасовая. Поэтому им вот свою работу выполнять слишком быстро невыгодно. И они могут сидеть, и вот на самом деле они реально могут просто отсиживать свою работу, при этом создавая видимость, что они сидят на работе. Это на самом деле очень такая частая история. И вот, что здесь произошло, что здесь получилось. Это следующее. То, что в этом плане… Сказка про переработку. Про переработку, спасибо. А то у меня мысль куда-то улетела, и я ушёл вот… Про девушку, которая очень много работала. Она была из бедной семьи. Вот, работала на какого-то господина, богатенького, но работала очень хорошо. Потрясающая такая японская девушка, нрав тихий ещё, всё хорошо у неё. И работящая очень была. За сутки очень так неплохо в крестьянстве справлялась. Там сейла очень хорошо. И богач такой говорит. Классная девушка. Берём её. Для моего там мальчика богатого тут вся семья, которая была рядом. Он говорит, ты что? С головой-то всё хорошо? Он говорит, ну, всё хорошо, но давайте устроим ей экзамен. Ну, вот, давайте устроим ей экзамен, и пусть она вот спашет определённое очень большое количество объёма гектары земли. Гектары земли фактически в больших очередных объёмах. Она, соответственно, вот спашет… Не спашет, а засеет поле. Девушка, за сутки ей надо было это сделать. Вот она работает, работает просто как вол. Она пашет, все такие, о, почти закончила, чуть-чуть не остаётся. И тут она взмолилась солнышку, чтобы солнышко никак, ни в коем случае не закатывалось. Ой, это что-то в русских народных сказках. Там солнышко, ветер, ветерочек. Да, да, да. Там только не вставай или там что-то ещё. Да, обращение. Поэтому вот, Елена Борисовна, вот ответ, наверное, на ваши вопросы, он будет пролонгирован, наверное, по всему моему сегодняшнему спичу. Вот, поэтому я как бы вот вам за раз так не отвечу. Пусть зрители сами какую-то мораль тоже вынесут. Вот смотрите, что здесь получается. Да, чем заканчивается эта замечательная история? О том, что она просит, чтобы солнышко не заходило, и она начинает работать ещё более усердно. Она ещё более усердно работает, всё хорошо. И тут она заканчивает, солнышко быстро скатывается. Люди, которые увидели это чудо, да, чудо произошло, и она упала. Она упала замертво. Вот, то есть сказка заканчивается тем, что она просто умирает, и она не достаётся никому. Какая так себе история, я вам хочу сказать. Ну, японцы вообще любители так себе истории. Вот, поэтому, как бы, ну, такая мораль о том, что истерия. Но это, Елена Борисовна, мне кажется, это нам с вами очень тоже полезный миф о том, что не надо перерабатывать. О том, что вот, а то начинаем, да, я-то всё на болевшем, о сессии. Вот, за последние там студенты пытаются мне, солнышко, не заходи там в систему, не закрывайся, засеять. А преподаватель потом мёртвый падает, когда это всё пытается проверить. Вот, поэтому это вот такой вот, как мне кажется, такой хороший совет. Вот, о том, как обмануть дьявола. Там, на самом деле, был очень классный. О, новогодний. Вот она не дьявола, а демона, потому что дьявол, это вообще-то не такое запретение христианское демонолог. Я пытаюсь больше хайпануть, понимаете. Это Борис Сергеевичу всё-таки там дьявола обмануть, ещё что-то. Вот, конечно, в этом случае вы абсолютно правы, потому что это, конечно же, демны. То есть там страна демнов, о ней мы сегодня поговорим. Вот как раз у нас с вами будет новогоднее. Давайте начнём с новогодней такой сказки о том, что японцы, на самом деле, верят, что то, что приснится вообще в Новый год, это может принести какие-то вот хорошие, достаточно такие интересные. Вот если что-то хорошее приснится, то, возможно, и год будет такой. И, на самом деле, значит, один юноша, очень такой сообразительный, ему в Новый год приснилось что-то хорошее. Что он не особо, я так понимаю, запомнил, то ли не особо хотел говорить. К нему подходит хозяин и говорит, слушай, а что ты такой счастливый-то? Говорит, ну как счастливый? Он говорит, да сон мне хороший приснился. Он говорит, ну слушай, давайте я заплачу там определенную денежку, ты мне расскажешь твой сон. Говорит, хорошо, расскажу я тебе сон. А, нет, он начинает говорить, что нет, я тебе сон не расскажу. А этому-то становится все интереснее, интереснее, ему денег больше, больше. Этот человек, он отказывается от этих всех денег, наш с вами юноша, наш герой. Вот, и хозяин, разослившись, сажает его в лодку, и он плывет, куда глаза глядят. Вот, и отправляется в страну сначала обезьян. Ну, приезжает, то есть там... Ой, страна обезьян, это не что-то там от Индии к ним пришло? Я не думаю, у них там своя... Ой, кстати, я вам потом расскажу одну еще историю, связанную с страной обезьян. В общем, он оттуда просто успешно оттуда отъезжает, то есть он там, по-моему, понятное дело, обезьяны не очень толковые, не очень хорошо его встретили, и он спокойно от них отъезжает. А дальше он приезжает как раз в страну демонов, то есть это такой обряд инициации. Вот, он приезжает в страну демонов, и там следующее, значит, с ним происходит следующее, что вот эти вот самые демоны, они такие говорят, слушай, ну съесть-то мы тебя, чувак, всегда успеем, а расскажи, что с тобой случилось-то, как ты вот вообще в наши земли забрел-то? Он говорит, хорошо, говорит, я расскажу. Мне такой сон приснился, а я хозяину не рассказал. Демоны, конечно, головой так это почесали, потумкали, они такие говорят, слушай, мы тебя съесть-то всегда успеем, чувак, давай, значит, давай ты нам расскажешь свой сон. Он говорит, ну слушайте, я вот своему господину-то там за такую сумму ничего не рассказывал, он говорит, с чего я вам буду рассказывать бесплатно. Они говорят, хорошо, мы тебе подарим вот три магических предмета, это была, значит, колесница, которую нельзя было догнать, это игла живая и игла мертвая. Мертвая – это мертвая игла, которая приводит человек в состояние смерти. Кстати, здесь мы встречаем, похоже, с русскими сказками образ иглы у Кощея Бессмертина. Да, вот, кстати, тоже. Почему, кстати, игла? Вот тоже интересно. Я вам надеюсь, к вам потом придет один специалист, вот, которого я вам тоже посоветовал. Специалистка, Дмитрий Геннадьевич. Специалистка, хорошо, да. Специалистка, тут есть фемиитив. Вот, хорошо, придет специалистка и вам об этом расскажет обязательно. Но вот эти аналогии, они на самом деле очень похожи. И игла жизни, да, которого ты уколешь, и она дарит жизнь. И случается следующее о том, что этот юноша говорит, хорошо, хорошо, я вам сейчас все расскажу, только давайте я колесницу-то проверю. Вот, ну, в общем, ускакал он на колеснице, вот, сбежал от чертей с двумя иголками, и, конечно же, он пользовался иглой жизни и прослышал, что, значит, в одном селении девушка богатая заболела, все плохо. И он, конечно же, пришел к ней на выручку. То есть он пришел... Кнул ее иглой? Кнул ее иглой, да, и она ожила. Да, Елена Борисовна, не нравится вам, когда женщин... Нет, ну просто, не то, что женщина одна там у осьминога лапой отрезала, другая другой и покойницу иглой тыкал. Ну, Елена Борисовна, нормально... Нет, там же дальше Елена Борисовна... Это гуманные сказки, вы еще мне говорите. Это, ну, относительно гуманные сказки, они учат, в принципе, добро. Вот, и, значит, и, конечно же, его, значит, как героя, а тут в другой деревне оказалось, что другая девушка также приболела. Вот, он пошел, вылечил и ее своей волшебной иглой, и ни одно семейство, ни второе не хотело с ним никак расставаться. Вот, не хотелось с ним никак расставаться. Из них был батл? Нет, Елена Борисовна, не было никакого батла, все заканчивается мирно и дружно. Один мужчина, две девушки, между этими деревнями они построили золотой мост. Вот, и вот он ходил по этому золотому мосту, потому что родители-то более богатые, с одной и с другой стороны. Вот, а этот молодой человек ходил по золотому мосту во внимку с двумя девушками. А в Японии было разрешено многоженство? Ну, да, Елена Борисовна, ну, как бы, ну, не то, чтобы оно прям было супер разрешено, но спокойно элита всегда пользовалась... А, то есть он просто стал как амператор, они слышали, что амператор есть вот эти наложницы, вот, да, я поняла. Вот примерно, да, такая история, вот, то есть, и, соответственно, гуляя на этом мосту, он вспомнил, что именно это ему и приснилась новогодняя ночь. Поэтому все слушатели, зрители канала, обращайте внимание, что вам снится в Новый год и никому не рассказывайте. Но только учтите, что азиатский Новый год наступает гораздо позже, чем, так сказать, наш, российский. Так, сейчас, Новый год, Япония. Нет, Елена Борисовна, японский Новый год наступает точно так же, как и... А, тоже 1 января? Естественно, Елена Борисовна здесь. А у них всегда так наступало. У них всегда так наступало. Вот, я вам больше, более того, скажу, 20... Сейчас боюсь запутаться по поводу католицизма. Вот, 23-го же у нас католицизма. 25-го Рождество. Вот, они, соответственно, празднуют 25-го Рождество. То есть это прям вообще завсегда обязательно. А первое они обязательно празднуют Новый год. То есть он... О, ну все, товарищи, надеюсь, мне приснится Пальма де Майорка. Вот, поэтому вот здесь есть такая вот замечательная история. Вот. И, кстати, японцы, они... Давайте чуть-чуть немножко на Новый год. В общем, они на Новый год... Ну, с Рождеством все понятно. Рождество – это прям древняя японская традиция, которую они позаимствовали. С первым приходом христиан. Вот. Вот, кстати, отмечу, что самый большой геноцид в мире... Когда-либо в мире христиан происходивших происходил именно в Японии. Потому что, так сказать, они перебили за, там, 200 лет кучу, так сказать, людей, которые, ну, так или иначе, считали себя христианами. Елена Борисовна, не совсем так. Я бы здесь с вами поспорил, потому что японцы, на самом деле, очень терпимы к религии. И сначала, когда пришло христианство... Они были терпимы, но они западное влияние боялись. Да, они боялись западного влияния. То есть, то, что там вообще пришел Иисус Христос, они очень порадовались, потому что они порадовались двум вещам. Сейчас скажу, каким. Они порадовались, значит, Рождество. Не, Елена Борисовна, за огромной жизнью до этого было. Рождество, классный праздник, все дарят друг другу подарки, why not? И распятие, как форма смертной казни. Это единственное, что они, скажем так, подчеркнули из христианства. То, что касается Новым годом, у них, конечно же, Новый год, он связан с традициями, с едовой традицией, потому что на Новый год они собирают что-то похожее на обэнто. Обэнто – это вот такие вот плашечки с едой. Ланчбоксы. Ланчбоксы. По-русски забутовки. По-нашенски, да. Забутовки. Еще это называлось, по-моему, тормозок в разных местах. Вот, Елена Борисовна, да. Вот, в общем, ланчбоксы, которые, ну, такие вот типы ланчбоксов. Коробочки для еды. Коробочки для еды. Вот, с английским языком, да. Они, соответственно, туда наполняют какими-то продуктами, которые символизируют мудрость, силу и прочее. И вот они, каждый ланчбокс, он представляет как вот такое вот пожелание на Новый год. То есть они его собирают фактически очень индивидуально. Плюс при этом у них есть и народное голосование, которое перед как раз Новым годом. Это выбор иероглифа для Нового года, где приходит, по-моему, если я не ошибаюсь, буддийский монах и чертит этот иероглиф. То есть это фактически такое же. А что там они выбрали на 2020-й? Иероглиф была мышь? Я уже не помню. Там что-то хорошее. Я сейчас могу быстро посмотреть. Вот. Ну, в общем, нет, они выбрали не мышь. То есть там они, сейчас я тогда найду. Вот. И я вам обязательно об этом расскажу. Потому что я помню. И сосед под боком из лаборатории убежал. Бокаерзик, так? Нет. Итак, сейчас японский иероглиф. Сейчас 2021. Да, нас всех интересует. Нет, ну, 2022 еще тоже. Ну, не важно. Читатель, в принципе, посмотрит. Вы нам расскажите дальше про сказки лучше. Это вот куда более интересно. Да. А, кстати, вот, по-моему, я сейчас нашел, если я не ошибаюсь. Вот. Тут многие пишут, но я не совсем согласен. То, что они выбрали, значит, иероглиф и слово химицу. Вот они выбрали второй иероглиф митцу. Который разный химицу – это вообще секрет. А вообще само по себе вот этот вот митцу – это обозначение… Хороший иероглиф, хороший. Вот, загадочный. Это на 2020 год был, да? Да, они выбрали. Нет, они выбрали уже на 2021 год. Загадочный, да. Хороший еще. Да, загадочный. То есть они, японцы много знают. Но это вот как такая форма определенная гадания. Это можно тоже себе представить. И также этот еще иероглиф, он обозначает то, что будет все хорошо. А еще этот, ну, как вот секрет, да, и непонятно, что будет. А еще этот иероглиф, и многие за это в соцсетях взялись, это то, что это иероглиф «теснота». Вот. То есть у иероглифа же много смыслов. Вот. Еще это есть понимание такого вот, типа, очень эзотеричное буддийское учение. Ну, вот это вот самое такое крайнее. Вот. Но здесь можно уже дальше придумывать свои смыслы. Здесь уже, мне кажется, что каждый, что ему нравится, тот и выберет. Мы ограничивать никого не будем. Японские иероглифы, они очень многогранны и вариативны. Вот. Что еще есть из таких веселых историй, из японских сказок? Это, конечно же, очень большое количество историй. А! Давайте новогоднюю тему, если она у нас уже пошла. То это, конечно же, сказка «Морозка» про падчерицу, которая живет у своей мачехи. И она, и мачеха, у нее в, по-моему, там лютой зимой, там не было, по-моему, написано, какой месяц, а лютой зимой она требует у своей падчерицы, значит, она у нее требует землянику. Двенадцать месяцев! Привет-привет! Почти, почти. Вот. Она требует у нее землянику. Вот. И говорит «Хорошо, отправляйся, принеси землянику». Ну, конечно же, она ее отправляет туда с надеждой, что туда сгинет и все-все такое. Она отправляется искать, и она думает «Где я сейчас зима достану, вот эту вот землянику там и так далее? Это же так сложно». И тут она вот уже замерзает фактически, и тут к ней является горный дух, который фактически спрашивает «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Фактически спрашивает он, но в отличие от нашей какой-то версии, значит, первая история, да, и он говорит «Вот там мачеха послала меня за землянику», он говорит «Ну, конечно, кушай, солнышко, вот тебе земляника, вот я тебе все выращу, типа, иди за мной, вот тебе земляника». Ну, она ее собрала и быстро пошла домой, вернулась, и здесь, конечно, ее встречает мачеха и говорит следующее, что, ну, естественно, той, которая все собрала, ничего не достается, ее сестра все съедает, да, неродная. Вот, мачеха такая, она говорит «Откуда же она могла взять землянику, да еще и зимой, еще и не сдохла, вот как-то, прям в голове у нее все не укладывалось». Ну, это такая типичная история. Это типичная история, вот, там конец, я вот не помню, насколько вот наши, они заканчиваются, но они заканчиваются там историей тем, что она говорит «А достань-ка мне, пожалуйста, фиолетовую землянику». Он говорит «А такая вообще бывает в жизни?». Вот, она приходит в то же самое место, горный дух говорит «А ты что, не наелась? Зачем тебе фиолетовая земляника?». Он говорит «Да вот мачеха послала меня, мне ничего не дали». Он жутко рассердился. Он говорит «Вот». Мачеха поела фиолетовую земляниху и умерла, да? Вот, естественно, да, Елена Борисовна, да. То есть, и при этом падчерица не будь дурой, она догадалась, что шибко фиолетовые вещи класть в рот не надо. Вот. Да, не стоит есть суп из летучих мышей. Шеи, да. Мыши, избежавших из лаборатории есть, тоже не стоит. С надписью «Биохазард». Да. Вот, поэтому вот эти вот все истории. И она же мачеху, даже она добрая у нас девушка, она даже мачеху сказала «Ну, слушайте, я вам, конечно, принесла, но не советовала бы это есть», сказала она. Сама не съела. Ну, как говорит сказка, мачеха отравилась, ее дочка тоже, они умерли в жутких муках, а сама вот эта вот девушка, она зажила хорошей-хорошей жизнью, вот, ну и все случилось, да, достаточно хорошо. А, кстати, есть очень много историй по поводу насильного выдания какого-то замуж, где девушка, а в Японии, я просто напомню, что там примерно сейчас, на данный момент около 40% браков заключаются по омиаю. Омиай – это смотрины, то есть это такая вообще штука, то есть если вот думаете, что как кавказские страны еще как-то вот они консервативны в этом плане, тут надо смотреть вообще в первую очередь вообще на Японию, потому что там со всеми их передовыми технологиями, как происходят эти смотрины, дикость жуткая. То есть приходят, значит, ну это я про современный мир уже рассказываю, есть какой-нибудь бизнесмен, который по нашим меркам, ну так, хотя бы 60-70 тысяч получает, рублей я имею в виду, по нашим меркам, по японским там чуть больше. Вот. И вот получают неплохие деньги, да, допустим, относительно неплохие деньги. Работают в офисе, к нему в офис приходят ее родители с этой девушкой, при этом он-то в бизнес-костюме, а девушка непременно обязана быть в традиционной японской одежде. Она не имеет права вообще ничего не говорить на этих смотринах. Вот. За нее все говорят родители, они про нее говорят, что вот она хорошо стирает, готовит, убирает и так далее. Вот. То есть она так хорошо все делает. и дальше случается, ну, скорее всего, если все проходит хорошо, если экономическое составляющее все стороны устраивают, кроме, ну, девушек там вообще никто не спрашивает даже. Вот. И дальше там что происходит? Дальше она, слава тебе Господи, со своим мужем-то больше не видится. Ну, потому что он на работе, как я в самом начале сказал, они любят перерабатывать, он на работе, она занимается воспитанием ребенка, ну, и прочее, прочее. То есть, ну, там максимум, там, отец может, ну, там, минут двадцать с ребенком посидеть. Ну, вот это вот как предел в день. Вот. Кстати, потом же есть, типа, есть история, что муж выходит на пенсию, и жена такая, давай разводиться, что ты тут сидишь? Ну, кстати, такого гораздо, на самом деле, меньше, потому что есть много, кстати, забавных японских сериалов на эту тему. То есть, есть, которые, наоборот, там, он называется, по-моему, «Моя жена Гарпи», он, кстати, очень классный, когда жена на мужа ездит. Вот прям, вот она вот реально так достаточно забавная. Но это к чему говорю? Откуда корни вот такого вот восприятия в плане социального? Потому что есть одна такая замечательная история, которая называется «Сын-улитка». О том, как уже родители, которые отчаялись, у которых большое хозяйство и так далее, они, у них не получалось получить ребенка. Кстати, тема тоже такая. А как называется вот этот японский сериал? «Моя жена Гарпия», что ли, или вот что-то вроде того? Потому что «Моя жена Гарпия», мне он выдает какую-то, простите меня, порнографию. Да? Нет, мы к порнографии ни в коем случае не склоняем. Сейчас я посмотрю. А, может быть, типа «Моя жена»? Сейчас. Ну ладно, расскажите про «Сын-улитку». Вот, нашел, да, как называется этот сериал, «Дневник Гарпии». А, «Дневник Гарпии». «Дневник Гарпии», да. Да, 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 да. Вот, он называется «Дневник Гарпии». Вот, поэтому можете тоже посмотреть, как правильно ездить на своем муже. Сериал «Счастливы вместе» и «Женаты с детьми» вам покажется вообще лайт истории такой. Так вот, про «Сына-улитку». То есть, вот у них есть хозяй, угодья, скажем так. У них есть все, кроме ребенка. Им нужен помощник. И тут они просят Бога, и у них рождается улитка. Сын-улитка. Вот. Они такие, что делать? И он им помогает очень сильно, на самом деле, по хозяйству. Он реально помогает все обработать. Но он остается прям реально маленькой улиточкой такой и так далее. Они его выдают… Женят. Женят, да, они его женят. Вот. И девушка в него влюбляется. Ну, потому что поговорить можно. Не просто улитка, это говорящая улитка. Вот. И, соответственно, разговаривать может. Она в него даже влюбляется. И, пойдя на один из праздников, она его случайно потеряла. Вот. То есть она пошла на какой-то праздник, и он… У нее случайно выпал из кармашка, и она его начала искать среди других улиток. Прямо перебирать одну улиточку за другой улиточкой. Вот. То есть она в него вот так вот даже влюбилась. И она потом поняла, что все, она его не может найти. То есть все уже там рынок, вот этот базар, он закрывается. И когда она уже стала выходить с этого рынка, потому что, ну, она все… У нее там грязные колени и так далее. То есть вот она все перебирала. Тут к ней подходит красивый молодой юноша, говорит, вот я и есть тот самый улитка. Вот боги меня расколдовали за то, что ты меня так любишь. Вот. Ну, вот такая вот… Такие вот истории, на самом деле, про стерпиц и слюбиц. Кстати, очень… Ну, что-то типа такое, король-дрездобород. Ну, там… Да, 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 да. Вот похоже на это все. Плюс там еще есть очень большое количество сказок про девушек-оборотней и про то, что нельзя никуда смотреть. Например, то есть там, например, да, родители бедствуют, к ним стучит какая-то девушка, говорит, давайте я вам помогу, только вот вы не смотрите, чем я буду заниматься. Вот. А, ну это у нас тоже, да, оборотней, да, нельзя смотреть, да, 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 да. Вот. А при этом очень какая-то есть странная японская сказка, потому что там наоборот. Вот из-за того, что девушка как раз посмотрела, ей это все было вознаграждено. То есть она в 13… То есть она вот зашла к одному юноше, а этого… Ну, юноша ей сказал, не смотри вот на меня особо, что со мной там днем происходит. Ну, она, конечно, посмотрела, увидела, как его черти пытают. Говорит, ну, давай, чтобы тебе было не скучно. Ну, вот тебе 12 комнат, тут вообще там полный Full HD, полное вообще погружение, там 4D, 5D. Она заходит в каждую комнату, то в одной там и снег есть, и все. То есть все прям хорошо. А вот в 13-й комнате она была, как обычный подвал. Но там была, по-моему, если я не ошибаюсь, змея. Может быть, я могу ошибаться. Вот, и да, она как раз видит там змею, и на нее нападает змея. Она случайно как раз ударяется, да, в какую-то коробку, какая-то коробка падает, и оттуда выкатываются нечто-два вот так круглых. Вот, и, соответственно, она это достает и берет с собой. Ну, что-то, а второе закатилось. Вот, и тут… Тут, как у каждого русского человека, я сразу вспоминаю в истории про два металлических шара. Один потерял, второй сломал. Нет, Елена Борисовна, а здесь-то немножко другая даже история, что, оказывается, король демонов пытал этого юношу, который спрятал эти… Это были глаза демона. Вот. А она их случайно нашла. Она ему честно отдала, и он их за это вознаградил, и они жили долго и счастливо. А зачем он украл, и почему не вернул? Там это вот как-то не очень описывается. Кстати, есть еще очень крутая история, Елена Борисовна. Я ее прям вот когда перечитывала, мне вот прям показалось, что вот Елена Борисовна должна зайти. Значит, я думаю, что вы слышали про японских оборотней, которые называют китсуне. Китсуне, китсуне. Да, это вот такие… Я так зазову своего кота, кисун, китсуне. Вот, это, соответственно, оборотни лиси, лисица-оборотни. То есть, это даже не мужчина, а вот это чаще всего женщина. И вот одна такая женщина, значит, один мужчина, которого сослали фактически декабрист. Вот у него не было нашей жены декабриста, которая бы пошла за ним. Вот, его жена стала сидеть там где-то в столице там и так далее. Мне кажется, я так хорошо вот сказки рассказываю, все начинают засыпать. Мне кажется, передачу можно включать всегда на ночь. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. Сказки закрывай. Глазки, да, закрывай. Вот. И вот смотрите, что происходит. То есть, эта девушка, она за ним не едет. Этот человек от вот такой вот грусти, печали и так далее, он начинает в тоске, в хандре ходить там по лесам и грустить вообще очень-очень сильно. Пошел по лисам. Елена Борисовна, почти правы. И тут он увидел лису, которая его увидела и сжалилась. И превратилась она не просто в девушку, она превратилась в его жену. Блин, ну это вот вся история, мне кажется, половина всех этих сказок. И типа она сжалилась над ним. Это ужасно, мне кажется. Чуваки, если вам дают из жалости, это только оборотень, это плохо. Вот. Но смотрите, Елена Борисовна, мне кажется, это наоборот очень классная история про то, что жена, которая, она не поддержала своего мужа, а вот эта вот лисица-оборотень, она... Ну пусть она была бы другой, но не женой же. Нет, она обратилась именно его женой, чтобы он, как бы здесь, уж простите, такую логику, чтобы он не изменял своей жене. То есть он так обрадовался, что наконец-то пришла его возлюбленная, что ему сразу же полегчало. И тут я сразу придумываю для мыла, а лиса была в него влюблена, но она знала, что она не полюбит ее, потому что, не знаю, там она была кудрявая, рыжая, какая-нибудь там страшная. Елена Борисовна, вы почти в корень проблемы смотрите. Я же говорил, вам эта сказка понравится. Канал России, обращайтесь к мне. Елена Борисовна, да, вот как бы пишем сценарий недорого. Вот, тут и происходит следующая история. Тут приезжает император или князь, я уже не помню, кто пишет о том, что все хорошо, чувак помилован. И тут к нему жена приезжает, такая, ой, слушай, такой классный, ты помилован. А он в кровати с ней же. И она такая, что это такое? Вот, они-то уже прожили какое-то время вместе, она в него действительно, вот эта вот лисица, она в него влюбилась. У них, кстати, был даже совместный сын. Неплохо посидели, я сказала. Неплохо посидели, но, кстати, она его вытащила из депрессии, можно сказать. Вот, а тут появилась его законная супруга, благоверная. Вот, и дальше уже эта лисица, она, естественно, как очень такая послушная, она уходит в лес. Пипец, я бы загрызла бы эту бабу. Вот. Ты замил, это какой-то демон приходил. Вот, кровь сейчас замоем, вот, и все, никаких проблем. Вот, 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 там эта история, там, на самом деле, она продолжается в, уже про ее сына, потому что, да, ее сын оказывается вот таким вот магическим испаранником фактически. Надеюсь, он загрыз папу в конце. Нет, там этого не происходит, нет, там все в этом плане хорошо. Я помню, там сказки Пикаделла Мирандолу, по-моему, я читала в детстве, и, короче, там в итоге приходил сын и мстил за маму, там все было обычно так нормально. Там приходил, всех зарезал, маме творил. Ну, Елена Борисовна, это греческая трагедия, это все. Нет, Пикаделла Мирандолу, это Италия. Италия эпохи. Ну, они как бы тоже, я думаю, что греков-то поначитались. Ну, конечно, да. Вот, естественно. Вот, поэтому здесь есть вот много таких историй, кстати, есть очень тоже интересные истории о материнстве. Значит, приходит один чувак, видит девушку, которая привязана к дереву, вот, и он ее развязывает и говорит, что с тобой случилось, он говорит, вот, как бы, там, вот, хорошо все. Но, как бы, вот, давай ты не будешь просто ни о чем спрашивать, вот, просто он говорит, ну, если ты меня прийтишь, то будет хорошо. Там, кстати, есть примерно такая же история, похожая с девушкой птицей, а здесь немножко другая история. А здесь девушка, да, и она, ну, они какое-то время тоже сожительствуют. Вот, и он, потом у них появляется ребенок, она говорит, все, что угодно, только, пожалуйста, не заходи, когда я буду рожать. Это, мне кажется, история придумана специально для мужчин, вот, которые боятся ходить на роды и так далее, потому что он, как бы, открывает и видит такую вещь, что она змея, вот, что на нее, оказывается, какой-то там бог, он на нее прогневался, и он ее превратил в змею. Кстати, очень похожий сюжет, мне кажется, такой преамбул, и может поступить история про Медузу Гаргону, потому что, как мы помним, что Медуза Гаргона, это, вообще-то, девушка заколдованная, да, которая изнасиловала Зевс, а ее еще за это заколдовали и превратили, мне кажется, там, возможно, да, мы можем только домысливать, что там была какая-то тоже такая мифологема. Он говорит, что ее заколдовал бог, но из-за того, что он ее увидел, она теперь обязана вот быть в облике змеи постоянно. Ой, ну это, кстати, у нас была царевна-лебедь и царевна-лягушка, он там шкурку жег и порощай. Только здесь еще они более такие жестокие, они с японским таким натурализмом. Она уже в качестве змеи вырывает себе один глаз и дает ребенку вместо соски. Говорит, на первое время ребенку должно хватить. Ребенок сосет этот глаз вместо соски, то есть история вообще жуткая. Вот, потом, значит, и потом через какое-то время, естественно, вот этот глаз, он заканчивается, он рассасывается. И дальше появляется следующая история. Появляется история о том, что вот это вот, приходит отец этого ребенка к озеру, где обитает змея, и он говорит, вот, слушай, у ребенка еда закончится, можешь дать еще один глаз. Кормилицу ты не мог найти, идиосистый вопрос. Вот, но, в общем, просит отдать второй глаз, он, ребенок питается вторым глазом, и потом через какое-то время отец рассказывает ребенку, что действительно произошло, кем его мать является, и ребенок приходит вот к этому озеру и начинает фактически оплакивать свою мать. То есть он оплакивает свою мать, и через какое-то время, ну, условно говоря, то есть он плачет над змеей, и она превращается в женщину. Безглазую. Вот, я, кстати, не помню, там уже с глазами, или... Ну, наверное, безглазую. Как ты, чем докажешь? Вот. В общем, ну, вот такая вот история тоже есть. Поэтому и вот японских сказок там действительно очень большое количество. То есть есть вот такие вот прям поучительные сказки, как вот у нас, когда они начинают появляться, там, например, о попах там или еще что-то, да, Петровского такого времени, скажем так. В Японии, на самом деле, было тоже очень много такого. То есть там, например, про каких-нибудь нерадивых монахов. И были сказки, которые обучают биологии. То есть, например, считалось, что у лягушек глаза на спине. Вот. И там вот эта вот история о том, что встречаются две лягушки. Одна, значит, пришла из Киота, другая из Осаки. Вот. Значит, одна лягушка, другой начинает говорить по поводу того, что... Ну, вот они встречаются. Одна идет как раз... Одна, которая из Осаки, они найдут в Киото. Вот. А вторая идет из Киото, наоборот, в Осаке. Они вместе встречаются. Начинают говорить и говорят, а вот что в твоей Осаке? Да, вот прямо такого. Они говорят, да, не знаю. Они вот пытаются как-то... И они там как-то стоят друг напротив друга так, что они спиной могут видеть только свой родной город. Вот. Они говорят, а, ну, они говорят, ну, это не... Ну, вот как бы... Чем твоя Осака от моей... Чем твое Киото от моей Осаки отличается? Хотя я смотрела на Осак уже. Ну, я поняла, да. Прикольно. Ну, это какая-то лжебиология. Просто я в детстве ловила и лягушек, я ничего с ними не делала, но просто их ловила. Они прикольные. Я знаю, что у лягушки нет глаз на спине. Вот. А есть еще история про каких-нибудь очень жадных. Ну, вот одну историю я уже вам рассказал. Есть еще одна история про очень жадных бабулек. Вот. Которая, например, дедушка поймал краба. Вот. То есть им есть было нечего, а он краба поймал. И он говорит, ну, живи, ты вот такой хорошенький, маленький. Вот. Пусть живи, пусть у тебя все будет хорошо. Только вот прячься, пожалуйста. Вот. И он давал кличку Сокусо. Ну, типа, подойди сюда. Вот. И вот это вот было такое ключевое слово, по которому краб как раз должен был выходить. Старуха это, понятное дело, сварила. Ну, она нашла этого краба, потом его сварила. Накормила же деда вот этим вот крабом. Вот. Дед, конечно, нашел хоть какие-то останки, чешую. Вот. Он, говорит, ну, превратил их в пепел. Сжег. Ну, говорит, ну, хотя бы, да, там будет. Закопал останки. Он сначала закапывает останки. Вот. Из них вырастает дерево, которое начинает плодоносить. Ой, а бабка, наверное, это дерево срубила и сожгла. Да, естественно, да, да, да. Вот она его сжигает. И как раз, когда император просит там что-то показать, вот, вся вот эта вот зола летит в лицо императору, после чего вот эту вот бабку-то там, по-моему, то казнят, то ли еще что с ней. А крабик-то крабик? Что с крабиком? Все, он умер, его на коры дали деду, вот. И он, соответственно, да, есть очень такие, есть поучительные истории, как, например, длинное имя. Родили, было два сына, значит, и при жизни этому чуваку дали очень короткое имя, как Чон. И все, потому что его мать, она успела произнести, она хотела сказать длинное имя, но успела сказать только Чон и умерла. Вот. А чувак не растерялся, женился во второй раз, отец как раз нашего персонажа. И вот его маменька придумала прям вот большое-пребольшое имя, прям, знаете, таким толстовским предложением, на пять страниц там, никто не мог этого им не запомнить. А считалось, что чем длиннее имя, тем дольше жить человек будет. И так получилось, что, если я правильно тоже помню, что два вот этих вот братца, они свалились в колодец, и Чон, по-моему, Чон тоже умер. А вот, который мы предвещали, вот, который долгую жизнь и так далее, пока выговаривали его имя, кто и что с ним случилось, он уже умер. А, ну это тоже что-то я такое, да, слышала. То есть, ну, вот такие вот истории, которые, соответственно, есть. Там очень много про... Кстати, очень похожая история на Одиссею, и когда вот мы тоже обсуждали уже Одиссея, когда Одиссея оказывается в плену у женщин, да, которые оборачивают всех людей в животных, у нимфы. Вот. И здесь примерно такая же история, только здесь есть королева кошек, который приходит молодой человек, и его достаточно быстро оттуда спасают, потому что он мог бы превратиться в кошку. Ну, это неплохо, знаете, быть котиком, это очень мило, знаете, вот к вопросу, были бы у меня проблемы, если бы байфренд превращался в котика. Нет, не было бы. Вот, я, кстати, еще давайте вот несколько сказок расскажу, и на этом, я думаю, что будем уже загружаться, потому что уже очень долго я рассказываю, вот, все, наверное, уже устали. Вот, две сказки. И первое, это, давайте так возьмем, одну с относительно хорошим концом, значит, она называется танцующий скелет. Что это за танцующий скелет? Значит, жили-были два чувака, они были прям очень, друг к другу хорошо относились, вот прям дружбаны, не разлей вода. И через какое-то время они решили совершить какое-то плохое действие, они решили кого-то обворовать. Ну, и потом у одного из этих людей, у него, конечно же, возникает желание прибить другого чувака, вот, то есть никогда не воруйте, что называется. Нет, я не сказала, никогда не воруйте, правильно выбирайте подельников. Правильно выбирайте подельников, да. Вот, но как бы ничто не предвещало беды, потому что вот этим овладела алчность, вот, никто этого не мог предуседить, и в безлюдном месте он его убивает. Этот чувак, он начинает пьянствовать очень много, вот все, что было награблено, он начинает пропивать, вот прям пропивает, вот, и через какое-то время к нему является призрак его друга. Он говорит, ты меня, конечно, убил, он говорит, а как у тебя дела, он говорит, ну вот, плохо, я пропил твое имущество, он говорит, ну, плохо, с кем не бывает, давай я тебе помогу. Ребята, это называется, мораль всей басни такова, я сейчас проспойлерю немножко, но никогда не пользуйтесь услугами тех, кому вы когда-то насолили, скажем так. Да, не надо пользоваться услугами доброжелательных демонов, особенно если это, так сказать, демоны из тех, кого вы отправили к праотцам. К праотцам, да. Но здесь этого никогда, ни в коем случае делать не надо, вот, поэтому там есть вот эта вот замечательная история о том, что этот старик, о, прошу прощения, этот как раз он говорит, этот призрак, он говорит следующее, вот, пожалуйста, вот мои кости зарыты там, ты давай, ты с моими костями будешь танцевать, будешь выступать, а мои кости как бы будут танцевать, я это тебе, чувак, обеспечу. В общем, о нем прошла молва, и вот, наконец-то, все дело дошло до императора. То есть они танцевали, танцевали, веселились, а кости вообще не надо кормить. И всю прибыль он забирает себе, все хорошо, то доходит до императора, и тут эти кости не начинают танцевать. Ты такой, слушай, чувак, ты что, обалдела, что ли? Вот, кости пока еще не движутся, не движутся, и в какое-то время они подкатываются, скажем так, к императору и просят, они говорят, вот, пожалуйста, это мой убийца, вот, этот человек меня убил, я это сделал для того, чтобы его сдать в тюрьму. Вот, то есть, ну вот такая вот. И его, естественно, арестовали. Вот, что еще рассказать? Да, там есть очень много историй, как там, например, глупого сына посылали торговать, как он ничего не мог продать. Еще какую-то вот историю я хотел рассказать. Да, очень тоже классная история, которая называется «Счастливая соломинка». Значит, пришел один чувак жаловаться богине Кэнон. Если знаете, есть такая фирма, надеюсь, что, может быть, деньги нам заплатят за какую-нибудь рекламку. Вот, мы все-таки их упоминаем. Есть фотоаппарат, который называется Кэнон. Ну, вот я в детстве был реально уверен, что Кэнон – это пушка. Вот я прям был уверен, только потом узнал, что это японская фирма, которая так была названа в честь японской богини домашнего очага, которую зовут Кэнон. Ну, мы не княни с Борисом Сергеевичем. Есть канонисты, а есть… Нет, я, по крайней мере, не княнин. Вот, есть канонисты, а есть не княнин, да. Вот, поэтому здесь у нас с вами вот это вот… Он к ней обращается, он говорит, вот у меня-то счастья никакого… Он к этой богине обращается, он говорит, счастья никакого нет. И она такая выходит, она уже говорит, господи, как же ты меня сдолбал-то. То есть он там очень долгое время ей молился. А там прям реально это достаточно смешно читать, потому что она выходит, она говорит, как же ты меня сдолбал, ну в жизни у тебя все плохо, потому что ты в прошлой жизни накосячил. Вот, говорит она. Хороший вариант, чтобы отмазаться и не помогать. Вот, но она говорит, вот первое, что окажется у тебя в руках, будет твоим помощником. Он уйдет, падает, и в руках у него оказывается соломинка. Вот, ну так или иначе, вот он пользуется вот этим вот фактическим шансом, и он его начинает приумножать. Вот. То есть там самая главная суть сказки была не потерять вот эту вот самую соломинку. А с другой стороны, эта сказка заканчивается такой моралью о том, что для того, чтобы не потерять вообще свою удачу, то есть любая вещь может вас натолкнуть на удачу. Дело не в вещи, а дело вас самих, потому что этот чувак вообще начал хоть что-то делать. И вот он поверил, ну такая вот, ну условно говоря, хорошая психология. Ну вот, в общем, сказки на самом деле вот японские такие, они на самом деле очень разные. Вот. А мне еще в голову пришло записать потом отдельно с Борисом Сергеевичем, с Еленой Борисовичем, мне пришла идея записать в голову про Сеппаку и Харакири. Я еще туда из таких вот тем скандальных и интересных. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал Бориса Сергеевича. Я думаю, что мы вот к этой передаче выпустим. И следующий обязательно на мой, который называется «Философское мнение». Вот. Но вот на этом я свой спич за сегодня. Да, спасибо, Дмитрий Геннадьевич, который нас разлег всякими историями про лис, про, в общем, женщин, гулей, фактически и прочего-прочего. Вот. Такими японскими сказками. Ну, Борис Сергеевич, что вы скажете? Вы как-то все молчали, и все. Я скажу, что я в полном восторге. Я просто боялся перебить, не хотел перебивать. Я подобрал страшную картинку уже для этого вот, для нашего разговора. Да, Борис Сергеевич, обычно во время разговоров, когда он молчит, он яндексит картинки. Вот, всякие во время разговоров. Я подобрал картинку, да, про демона такого, да, вот. Вот. Вот у меня тут тоже, видите, видите? Да, видим, видим. Тут-то-ро, 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 тут-то-ро. Почти, да. Почти у вас этот лесной дух, тут-то-ро. Да. Вот. Ну да, Борис Сергеевич, ваши слова-то какие-то. Ну, мои слова такие, что сейчас мы договоримся, когда закончим записи Дмитрия Геннадьевича, когда в следующий раз он с нами запишет что-нибудь такое. По-моему, сегодня так очень ловко получилось. Для как раз, для новогодних каникул самое то, по-моему, как вы думаете, Елена Борисовна? Да, отлично, да. Да, отлично. Ну вот, спасибо. Подписывайтесь на канал Дмитрия Геннадьевича. Философское мнение. Философское мнение на мой канал. И самое главное, присылайте мне, пожалуйста, денег на поддержку моего ченнела. Канала. Спасибо большое. До свидания, дорогая публика, да? До свидания. Всем пока. Пока. Пока.